так все процесс пошел однако закрепляем ее в вертикальном состоянии и отправляемся в поход вот это картины которые рисовали света и юра к новому году и вообще просто так сейчас выйду выйдем на улицу расскажу почему я один пошел и почему вообще так поздно вообще-то обычно в утра уже я где-то бегу или там 6 выхожу из дома вот когда иду с группой но сейчас я один и вот почему снег остался только в радоне же их калистого и большая часть группа решила идти пешком на юг на повелецкую дорогу где снега нет никакого они идут просто пешком пешком и не хочу с другой стороны часть группы пошла на лыжах но там как-то непонятно очень поздно 8 18 только электричка отправляется ну и как-то уже не не уже нет чувства что вот вся группа целиком до куда-то идет и в этих условиях какой-то непонятный разброд и шатания получились до две группы одна туда другая туда а там на папа повелеги вместить грязь конечно в общем решила пойти по паркам москвы грубо говоря зеленый вокруг зеленого кольца москвы это помойка выкидываю свято верю в то что ее сортируют то есть на самом деле умом я знаю что нихрена не сортируют но зачем-то все равно выкидываю вон мои машут мне из окошечка а вот этот дом огромный который сейчас вы видите только часть вон он докуда до небес просто до небес это вот эти вот вышки данстрой измайлова да здесь живет половина светильного класса я как-то провел подсчеты получилось что где-то 5000 человек живет четырех домах а может и больше ну плюс-минус короче там тысяча короче судей славы вот в этом вот квартале один город судей славы и во всех окрестных там в радиусе 200 метров наверно живет меньше чем в одном этом нет даже может в радиусе 300 метров поэтому действительно вот школе до пол класса из этих высоток ну вот сейчас я иду пойду через лосиный остров но до него еще надо как бы добраться до тут из малого я пошел противоположную сторону от парка либо я сейчас поймаю 223 за уздечку и тогда прямо к лосиному острову подъеду либо я пойду как-нибудь пешком там где-нибудь пока никого нет здесь вот пойду пешочком через район туда на север и сам выйду в лосинку поглядим теплынь конечно вообще фантастическая то есть скорее какой-то май на март это вообще не похоже это май ну да такой ситуации на лыжах это значит ты месишь тоже как пешком ты месишь грязь там на лыжах ты месишь снег который под тобой полностью проваливается ну не знаю в общем я до конца не понимал пойду ли я на лыжах все-таки или нет и решил что все-таки пойду пешком я надеюсь снег еще выпадет в этом году все может быть а сейчас пойду пешком вот поздно вышел потому что во-первых полчаса с камерой разбирался вот это наш формат новой прогулки до совать и сам снимает свою прогулку вот ну и это самое еще как бы встал не очень рано в то что вчера и позавчера был сбербанковский семинар с утра до ночи я был вымотанный полностью вот под мной вот так вот и поэтому не очень торопился спокойно встал вот сейчас 8.30 я короче только в 8.30 я вышел ну ничего весь день впереди сейчас уже световой день большой будем гулять камеры то хватит конечно не на весь день это точно насколько хватит камеры я не знаю там к сожалению зарядка 55 процентов было ну какие-то участки конечно мы будем проматывать на большой скорости а какие-то интересные наоборот включать время от времени я буду о чем-нибудь рассуждать может быть так как бы о жизни о философии каких-то вещей социальных явлений я вообще большой философ смысле я вообще не философ как я сказал все миле видела но это в смысле что я не профессиональный философ а так я большой любитель по философствовать просто так но вот это конечно какие-то непонятные магазины мы терпилы мы все это терпим мы православные терпелы точь терпим всякие точки любви еще хуже того там какие-то магазины с названием презервативная терпим что они на улицах оплота православия главного в мире находятся такие магазины же есть конечно мы терпилы да терпилы такой век погода классная вообще супер просто солнце вон солнце не ну про правду май вот не марта май январд назвал я январь который был мартом думал что марте будет январь думал назвать марь но на самом деле это уже май это уже просто май какой-то автобус кстати идет если это 200 23 то я на нем поеду вот они во всей своей красе эти высотки эти огромные измайловские вот вот так но и там вот вот там внизу находится главное историческое здание историческое здание 444 школы такая обратно перейду на ту сторону потому что я если действительно здесь 23 я на него сяду он меня прямо волосин остров привезет да конечно вон он это мой автобус ура ну вот продолжаем репортаж однако итак мы переместились гальянова также фиксируем камеру вот орел гальяновский а это ярмарка смотрите какая вообще офигеть но вот это здание все наверно узнают кто здесь живет вот мог бы сразу в лес пойти на давайте сделаю крюк небольшой экскурсия по гальянову такая ну по маленькому кусочку он как здесь все сделали интересно насажали каких-то диковинных деревьев вот не ну прям ну слушайте на настоящее май просто май пруд кажется все таки во льду ну это понятно да все таки май но марджа во какие сейчас сделаем крючок через пруд и повернем в лес уже а дальше мой план состоит в том чтобы пересечь с самого востока на самый запад лосиный остров и влиться в значит зеленое кольцо в общем идти по маршруту по мотивам зеленого кольца как было я знаете о видите вот они остатки сирены здесь но в лесу до будет больше конечно а вот идти по мотивам зеленого кольца москвы как фильма бывает снимают по мотивам повести канон дойля до фильма шерлоке хоулл все советские а также я тоже пойду по мотивам зеленого кольца то есть целом пойду с нашего востока на далекий запад Москвы, но докуда дойду, не знаю, сегодня нет таких прям ну, наполеоновских планов, да просто прогуляться весь день, ну, нифига здесь вообще, да, смотрите, что тут понастроили красиво, вообще, Москва преображается с каждым годом какой классный город, а сколько мне времени нужно было, чтобы это понять, что это самый лучший город на земле вот она, моя Москва, здесь можно хоть на байдарках ходить, когда стоит, да ну, иногда на коньках здесь я катался пару раз так идем дальше, вон мой лосиный остров, там, конечно, вряд ли будет так чисто наверное, все-таки говно помесим немножко но поглядим последнюю секунду предыдущего раунда съемки ко мне подошел парень, узнал меня и поздоровался что бывает часто в Москве, но не в такое раннее время обычно это в толпе идешь кто-то узнает вот, все перед нами лосиный остров сейчас я в него вступлю где-нибудь тут дорожку перебегу, да? или перейду на светофоре все-таки как приличные люди да, ладно на камеру не будем пробегусь чтобы успеть на ближайший а, нет, там же еще с той стороны будут поворачивать можно было не бежать но тогда последний взгляд на этот пруд здесь тоже, кстати, здесь клево и просторно жить единственное, что очень далеко от центра ну да, вот тут надо как-то пройти ну ладно, поехали, короче да, потаяло все практически ну сейчас в середине-то леса какой-то снег, наверное, будет да, вот представляете а в Радонеже-то все нормально еще лежит просто, видите, в такую температуру идти просто тяжело по нему в Радонеж часть наших пошла сегодня кататься еще на лыжах ну и не знаю сколько он еще пролежит в принципе его много там но он кусками может остаться вот, допустим, через неделю если опять будет плюс 15 сейчас все время если будет плюс 15, точнее то, конечно, там одни куски останутся от снега даже в нашем великом заповеднике в великом, большом московском заповеднике снега видимо, нарочно сделали этот деревянный настил чтобы можно было почистить ботинки после прохода по говнам а вот и снежок лед, точнее, остаточный Та-ря-ра-там Та-да-да-там Та-та-та-там-там И значит нет страха Надежды нет И значит нет страха Паша Фахраддинов выпустил суперальбом Надежды нет Значит нет страха Так, все, мы вступили в лес А, сейчас будет классно Значит Сейчас подойдем Вы увидите Это очень суперское место На зеленом помойном баке красным Красной краской написано ЦСКА Какая-то такая Значит это какой-то Многоплановый сюрреализм То есть Если это были фанаты ЦСКА То зачем писать На помойном ящике Да еще красно-зеленые Получились цвета Да, то есть это, наверное, нет Наверное, это писали Спартачи Ну да, нижний знак Свидетельствует о том Что писали это Спартачи Хотя вот ответная реплика Я не буду ее вслух Озвучивать Угу Но при этом красно-зеленый цвет Это локомотив, друзья Понимаете? Ладно Да, идем дальше Так же эклектично выглядит Ситуация с референдумом О, начинается Сейчас начинается Несколько философских прогонов Наверное, в течение дня Будут еще какие-то Про нашу жизнь Я, конечно, за то Чтобы внести Пакет так называемых Русских правок Я нисколько не Националист, естественно Но дело не в национализме А в том, что То, что мы называем Русским народом Это Такое Братство всех народов Которое строило Нашу страну Тысячу лет подряд Это совершенно очевидно Это не нужно сто раз повторять И Правки необходимы Иначе Будет как у Медведева В голове Что Россия молодая страна Да, и в 91-м году родилась Или как у каких-нибудь Товарищей Которые Для которых Наоборот Настоящая Россия Родилась в 1917-м году Россия Это Россия Это такая сущность Которая вообще Может быть Самая главная сущность Всего человечества Да, там Всей цивилизации Все, что происходит Происходит ради того, что Чтобы здесь что-то происходило Нам нужны, короче, эти правки Но, друзья Как можно ставить Голосование В день 150-летия Разрушителя Этой самой великой страны Ну, хорошо Может, мы там соберемся Как птица Феникс из пепла Но это просто Я не знаю Я не знаю, что это означает Что за сигнал Дает нам Наш гарант Когда голосование По русскому пакету правок Происходит 22 апреля Ради чего Специально делается выходной В день 150-летия Со дня рождения Ленина Вот как это понимать? Я отказываюсь Как-либо это понимать Просто думаю Что это великий троллинг Такой Очень Очень толстый троллинг Нас всех Ну Ну и мы будем троллиться Да, будем, конечно Голосовать все равно Я буду голосовать За пакет Несмотря на то Что один из пунктов Это что Россия правоприемница СССР Ну да По факту В данный момент Это так Но нежелательно Чтобы это было так дальше Вот так вот Поют птички И шумит МКД А мы сейчас Повернем налево И эта дорога Через много-много километров Порядка там Семи, наверное Выведет КМЦК Белокаменная Вот Дофига народу В детстве мы называли Эту дорогу Дедоход Нормальными зимами Тут на коньках Щух-щух Ну вообще даже И в эту зиму было В какой-то момент Вот Фигачили Раз Раз Вот так Казалось, что Прямо за 20 минут Отсюда до дома Ну до дома Клядров 5 Так что это вполне возможно Было, что за 20 минут Мы До дома в смысле Где я вырос В метр-городке Сейчас я иду В сторону метра-городка Сейчас вот подряд До Белокаменной Около 7 И потом Еще В ту же сторону Некоторое время И я Присоединяюсь К Зеленому кольцу После Платформы Яуза Я не буду Там Строго ему следовать В общем Сейчас чуть-чуть Изменю Маршрут И В Яуза Под мостом Железной Ярославской Дороде Я впаду В Зеленое кольцо Дальше довольно долго Буду идти по нему А потом посмотрим Ураган Видимо опять Новый прошел Какой-то шквал И снова все повалило Там дальше будут Участки Вообще завалены Совершенно Но это было Много лет назад На моей еще Памяти Где-то 15 Он уже В основном Распилен А это новое Опять появляются Остатки снега На дороге Льда Белочка Привет О какая Ааа Убежала Белочка И птички летают Синички Ну ладно Не буду отвлекать Поворот Поворот к трамваям Вот это вот В метро городок Моя родина Малая Где я вырос Скоро он слева Будет виден Через 500 метров Примерно Мой Родной Вот это метро городок Там наша ТЭЦ Это ЛЭП В который мы ходили Всегда на лыжах И сейчас ходим Иногда Когда я сюда Приезжаю Или проезжаю От Лося Через весь Лосиный остров После похода От станции Лось Неделю назад Когда я мчался На лыжах Здесь сюда снег был Он только-только выпал Новый Я мчался оттуда После похода 29 февраля Не А две недели назад После этого После половины Сотенного выхода С Афанасьевым Мишей Вот И там Лосиха Прям на меня Выходит Вот там вот Где Через километр Вот там лес Виден Прям на меня Лосиха выходит Такая Уууу Я говорю Слушай Ну можно я пройду А как вообще В такую погоду Медведи Вот что им делать-то Если нет снега Где они спят Они же не выспятся Блин Они же сейчас будут На всех нападать Разорять помойки Жрать рогатый скот КПП Разговаривая Серьезно так С другом Левой Серьезно разговариваем Выходим из КПП Залезли через дырку Погуляли И вышли через КПП Никто не остановил А я иду Гуляю по Москве И я пройти ее смогу Это девиз Зеленого кольца Должен быть Мелькает уже Забор Кремлевской больницы Вот Четвертое управление Вот он Ну вот здесь Например Без проблем Да Пройти Вон Для ручья Одна и другая Дырочки Тут конечно пролезть Без проблем Вот здесь В детстве Всегда Мы называли это место Малые горки Ближние горки Были дальние горки А большие горки И малые горки Вот На малых горках Это вот там Мы скатывались На лыжах Туда-сюда И у нас была Большая гора Хотя ну конечно Пара метров всего Вот И вот этот ручеек Он иногда во льду До мая стоял Лед иногда Ну были времена Были зимы А мы продолжаем Дорогу прямо Все время прямо Никуда не сворачивая Идем В сторону Белокаменной И дальше тоже Продолжая путь На запад С востока на запад Пересекая нашу столицу Практически от МКАДа Там где я вышел На вот эту просеку На дедоход Да Или как он называется Абрамцевская просека Потому что сзади нас Деревня Абрамцева Но это не та деревня Которая у Рада Нижа И в сторону Северного посада Это другое Абрамцево Которое ближнее к Москве Очень близко Прямо у МКАДа Ну вот И Там где я вышел Оставалось до МКАДа Буквально полкилометра Так что это была Как бы Самая восточная Точка Ну понятно Что это все происходит Все равно на северо-востоке Москвы Поэтому Это хорда Не диаметр Хорда довольно большая Посмотрим докуда По ней Мы сможем дойти Но там уже Зеленое кольцо Ближе к западной границе К К МКАД туда Оно уже начинает изгибаться Там Оно закольцовывается Там много раз В общем там посмотрим Как пойдется Пока даже сам не знаю Как бог на душу положит Ну если дождь пойдет То наверное я свернусь Раньше А кроме того Камера в какой-то момент Вырубится И скажет Что в ней нет больше заряда Поэтому то что было в конце Уже никто не узнает Ну я напишу в комментариях К этому видео Вот здесь приходит дорога Из мира Московского мира В больницу Вот Кремлевскую Вот она Вот сюда приезжают Навещать Вот на этом автобусе 600 Ооо 75 775 он сейчас называется Раньше был 75 красный Вот И идет он до Бульвара Рокоссовского Бывшая улица Подбельского А мы продолжаем дорогу На Белокаменную Ни на секунду Не отклоняясь Ни влево Ни вправо Четко по прямой Пересекаем Лосиный остров С востока На запад И дальше Идем на запад И дальше И дальше Все До свидания Больница Забор Забор уходит Все А мы дальше Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова